Всем привет! Вот и подоспел новый выпуск про Малайзию. Сегодня играем по-крупному. Именно с этого видео мы начинаем знакомиться со списком всемирного наследия ЮНЕСКО. Добраться можно на автобусе, такси или даже самолете. Я выбрал точки отправления транспортный терминал в ТБС, через который проходят поезда, городского метро, пригородные поезда, аэропортовые метро, городские автобусы, международные и даже автобусы до всех стран. Отсюда, например, можно стартануть в Сингапур или даже отправиться в путешествие по Таиланду. ТБС чем-то напоминает аэропорт. Есть множество гейтов, стойки регистрации, кассы. Приобретая билет в автомате и приложив его к турникету, мы уже попадаем в нижнюю группу гейтов, где ожидаем посадки. Сейчас какой-то китаец осмотрит автобус и мы трогаем в путь. После полуторачасовой езды мы на подъезде к Малаке. Тут потребуется пересесть на автобус номер 17 до истерического центра города или до башни с часами. В списке ЮНЕСКО находятся 5 объектов из Малайзии. Долина Ленгнок, национальный парк Гунук-Мулу, парк Кинабалу и два исторических города. Малакского пролива Джорджтаун и Малака. С последнего списка мы и начнем наше знакомство. Автобусный терминал в Малаке, конечно, уступает своему собрату из Куалампур. Тут небольшой рынок с вещами, несколько закусочных и Макдональдс. По приезду в Малаку меня встречает шестяной гид, с которым мы и осмотримся на местности. Сев на 17 автобус, виды уже становятся интереснее и сейчас самое время застыть перед экранами в предвкушении, ведь мы почти добрались до самого интересного. Местное название этого города – Милака. Оно находится довольно близко от транспортного центра и крупнейшего мегаполиса Куалампур. Их разделяет примерно 120 километров, но разница в облике этих городов поражает. Музыка Музыка Автобус останавливается на Голландской площади у фонтана в честь королевы Виктории, городской ратуши и церкви Христа. Маленькая рыбацкая деревушка в 15 веке стала стратегически важным портом и начала свое преображение. Сейчас это город романтики и художников. Тут сильно ощущается влияние европейской культуры. Милака – это смесь португальского, голландского, китайского и малайского с перчинкой в виде французских и индийских мотивов. Музыка Потомки мореплавателей из всех этих стран органично выстроили культурный облик этого города. Это невероятный микс делает город очень привлекательным до туристов, ведь такого нет нигде больше в мире. Музыка Вечерами к ним также добавляет световая иллюминация. Каждая поездка на этом транспорте сопровождается громкой музыкой. Здесь вы можете увидеть панду, играющую с детьми и живые статуи, будто сошедшие с исторических переулков Барселоны. Музыка В Малаке изобилие арт-объектов, пасущиеся перед мельницей разноцветные коровы, отделяют голландскую площадь от реки Малака, по которой целый день курсируют прогулочные катера. Музыка Находясь здесь, обязательно нужно посетить Джонкер-стрит и китайский квартал. Для этого достаточно перейти по мосту от мельницы. Невероятное сочетание европейской архитектуры и этнического колорита, словно ребенок, раскрасил достопримечательности Малаки в яркие цвета, чтобы было весело и без скуки. Милака просто рай для антикварятов. Тут бесчисленные магазинчики сменяются антикварными лавками. На многих висит объявление с просьбой не фотографировать уникальные объекты. Музыка Здесь можно попробовать самую разную еду. От причудливых китайских блюд до знаменитой малайзийской закуски Маме Монстер Мнудлс. Причудливому монстру тут посвящен целый дом. Музыка В течение 45 лет лапша Маме вызывала у бесчисленных малайзийцев теплые воспоминания о детстве. Музыка Музыка Прогуливаясь днем по Джанкер стрит можно свернуть в парк, посвященный местной легенде Ганбон Лонг. Музыка Является отцом основателя бодибилдинга в Малайзии. Сначала он получил титул мистер Малака, потом это звание по Малайзии, Азии и даже стал мистером вселенной в 2000 году. Сейчас он является представителем бодибилдинга в своей стране. Музыка Что меня поражает в Юго-Восточной Азии, то это толерантность народа, проявляющаяся практически во всем. Тут спокойно могут следить за одним столом люди разных национальностей и это не будет поводом для вражды между ними. Музыка Часто блюдо готовится на улице. Например, блюдо Путу Пиринг. Это традиционное блюдо из рисовой муки. Приготовленное на пару круглой формы, наполненное пальмовым сахаром. За качество можно не переживать, потому что перед каждым новым днем оборудование проверяет кулинарная инквизиция во главе с мышонком. Старый город признан творчеством изнутри. Здесь практически нет скучных туристических хиосков с магнитами жуткого качества. Именно здесь можно найти и купить действительно неповторимый сувенин. Да что там говорить и сама Малака. Это уникальный объект культуры наследия. Ведь практически каждый дом признан собственной историей. На многих рисуются граффити во весь фасад. Граффити тут самые разнообразные. От простых небольших картинок с обозначением, что тут именно находится, до огромных картин, на которые художники потратили не один день. Большое количество граффити размещено на зданиях. вдоль набережной реки. И делать прогулку еще более впечатляющей. Но поверьте не стоит недооценивать и небольшие улочки поблизости. На них тоже можно найти настоящие шедевры. Я уверен, для каждого здесь найдется место по душе. Можно выбрать заранее паб с отзывами на стене. Или сесть напротив самой понравившей настенной картины. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Если у вас есть возможность задержаться тут на 2 или 3 дня, то обязательно приходите поужинать на набережную. Когда зажигаются фонари, а множество туристов уезжает на своих автобусов с однодневного тура, набережная открывается с новой приятной стороны, начинает работать ресторан с видом на реку. Сделав паузу в пешей прогулке, я отобеду с дружелюбным вараном, так же как и я, наслаждающимся видом на реку. Тут же можно захватить с собой освежающий арбузный сок в цельном арбузе. Перейдя реку по мосту напротив французской церкви, названной в честь миссионера 16 века святого Франциска Ксавьера, я возвращаюсь к башне с часами, чтобы показать вам несколько выдающихся европейских сооружений. Сразу позади ратужи дорога уходит вверх к руину церкви святого Павла, памятник которому встречает нас сразу же после подъема. Внутри руин находятся надгробные плиты мореплавателей и торговцев. Интересный факт, что изначально она носила имя церкви Пресвятой Богородицы, но затем голландцы, захватив город, переименовали ее, а после постройки церкви внизу холма ей перестали пользоваться. Спускаемся с холма обязательно в сторону ворот Сантьяго, на улице Джеланкота. Это все, что осталось от португальского форта 16 века Фомоза. Будущий правительственный секретарь второго города Малайзии из списка ЮНЕСКО спас его от полного разрушения. В этом городе есть свой смотрящий, мистический перемещающий за мной по всему городу, особо даже не скрываясь, он следил за мной всю дорогу. Продолжение следует... Начался дождь, и я, спасаясь от назойливого преследования мишек, смотрителей, прыгнул в ближайший автобус. Все, что я показал вам, лишь малая часть того, что можно увидеть в Малаке. Например, модель португальского судна, некогда затонувшего у берегов Малаки, внутри которого находится морской музей. Музей Султана, или отправиться смотреть природные красоты в окружении города. Этот выпуск подходит к концу, а значит пора снимать новые. А пока посмотреть немного антикварных вещей из музея. Скоро увидимся. Музей Султана. Музей Султана. Музей Султана. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok